Привет! Я Аня. А я Дима. А я Роман. И как вы уже догадались, с вами Наука.Лаб. Научная лаборатория! Наши научные лаборатории сегодня будут все кипеть, греметь, плавиться, дымиться. Вы готовы на это посмотреть? В мире много интересного. Нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела. Так скорее, друзья, за дело! Однакомиться мы будем? Впрочем, догадайтесь сами. В данном видео показано свечение одного интересного вещества, люминола, при взаимодействии его с разными окислителями. Люминол светится очень красивым синим цветом. Этот эффект называется хими-люминесценцией. Люминол применяют в криминалистике, чтобы найти остаточное количество крови или других фосфористирующих веществ. Выделение света – один из признаков химической реакции. Догадались, о чем пойдет речь? Да, мы познакомим вас и с другими признаками химических реакций. Ежеминутно в мире протекает миллионы химических реакций. В нашем желудке, когда мы едим, выпекающемся в пироге или в двигателе автомобиля. Но как определить, происходит химическая реакция или нет? При химических процессах происходит превращение одних веществ в другие, которые обладают новыми свойствами, которыми не обладали исходные вещества. Эти превращения сопровождаются яркими и наглядными изменениями. Эти наглядные изменения называются признаками химических реакций. В колбу с хроматом калия мы добавляем несколько капель пироксида водорода. Изменение цвета – это признак химической реакции. Часто говорят, друзья, что нету дыма без огня. Удивлюсь сейчас вас я – вот он дым, а нет огня. В колбу насыпают кристаллический карбонат калия и наливают 10% раствор аммиака слоем не более 2 мм. Затем очень тонкой струйкой вливают в колбу немного концентрированной соляной кислоты. Из колбы вырывается струя густого белого дыма. То вода или раствор – надоевший разговор. У меня другие планы, разожгу я лучше пламя. Сказку вспомним мы слегка про конька, про горбунка. Как жар птиц на пирог ва несчастья принесло. Пришло время поделиться, как горит пирожа птицы. В фарфоровые чашки насыпаем солью натрия, лития, стронция и поджигаем. Отвечайте мне сейчас, почему огонь погас? Пламя, без чего умрет, ему нужен кислород. Теперь давайте поговорим о другом признаке химической реакции – тепловой энергии. Передать это через камеру будет очень сложно, но возможно. По какому признаку мы можем понять, что жидкость нагрелась? Правильно, она начинает кипеть. Сейчас мы заставим кипеть всеми известную перекись водорода. В колбу с перекисью водорода насыпают кристаллический перманганат калия. С колбы вырывается столб газа. О да, это было очень быстро. Если бы могли потрогать колбу, то ощутили бы, что она очень горячая, потому что уделяется тепловая энергия. А еще изменяется цвет и выделяется газ, в данном случае кислород. В колбу с раствором щелочи добавляем кусочки алюминиевой фольги, после чего мы натягиваем на горлышко этой колбы воздушный шарик. В данный момент мы наблюдаем, что воздушный шарик наполняется выделяемым из колбы водородом. Заполненный водородом шарик, поджигаем, слышится громкий хлопок. Слышали, как бахнуло? Звук еще один признак химических реакции. Были времена, когда водородом заполняли дирижабли, но вскоре от этой идеи отказались. Все потому, что водород очень взрывоопасен. На этом мы заканчиваем экскурс по признакам химических реакций. Мы хотим пожелать вам постигать науку. И помните, что наука не только интересна, но и полезна. А секрет нашего волшебства – знание химического ремесла. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok